У нас, я поговорю по нескольким, может, пунктам, у нас крафтинг есть, нуксы, как у нас с ульями, автоматическое кормление, потому что мы выращиваем очень много маток и нам надо облегчать рабочий труд. И одна из самых больших в нашей регионе, это их надо кормить. И механически кормить, просто руками наливать, это очень большая трудоемкая работа. Поэтому мы решили эту проблему, мы еще работаем над ней, но есть несколько версий. И потом, как мы перевозим пчел, как мы оборудование нашей платформы, погрузчики, потому что мы двигаем пчел, надо очень много и быстро. В среднем мы где-то загружаемся за 20 минут, это приехали, разгрузили погрузчик, загрузили 20 минут, мы уже уехали. Матководство у нас примерно вот так вот выглядит, именно это у нас в здании. Сначала мы делали это в маленьких масштабах, потом нас начали спрашивать, именно продавать маточники. И мы продаем именно матководам, но матководам это как, они не выращивают свои маточники, они покупают у нас маточники и ставят свои инклюз и продают уже и так. И это где-то у нас уже переходит, это 80% нашего бизнеса. Мы раньше это делали на улице все, но из-за того, что мы начинаем это делать где-то в марте и работаем до сентября. И у нас все равно дожди идут, плохие дни, дождь, солнце, нам надо все равно работать с пчелами. Поэтому мы построили здание вот такое и там делаем, ну держим пчел там. У нас как бридеры организованы, как крафтинг, сама прививка идет, как стартеры собираются, как у нас финишеры. Мы инкубатор только используем в последний день, обрезка, подсчет идет, инкубатор в последний день. И как мы продаем и отправляем. Мы начали отправлять не только маточники посылаем, мы еще и маточники посылаем по почте. И это начинает более и более популярно. Это наши бридеры здесь. Вот этот. Мы стараемся их поднять на стол, чтобы легче было работать. Потому что работа идет каждый день. Вот рамки в основном идут. И эти рамки, из-за того, что матка заперта, мы должны давать им мед, мы должны давать им расплод и открытый расплод. Самое главное, открытый расплод, чтобы они не убивали матку. Если это пропускать, они бридера пытаются убить, из-за того, что они думают, что она плохо сеет. А из-за того, что мы их заперли, у нее нет выбора для этого. Здесь матка заперта. И там будет три рамки. Рамки просто были сделаны размером, чтобы их было удобно от них прививать. Когда большая очень рамка, когда человек прививает, у него рука получается в меду и начинается неправильно. Поэтому мы его сделали просто рамку поменьше. Здесь ничего такого секретного нет. А здесь рамка, это именно, которая на второй день или на четвертый день идет. Это уже где личинка будет. Вот эта рамка, которая вытаскивается, это готовая уже идти на прививку, чтобы ее переносить. Здесь просто бокс, который с решеткой заперта, сама матка. И достаточно простая система, чтобы ее закрывать там. Матку мы поставим. Мы приходим к ней каждые четыре дня. Это эксклюндер и крышка для нее. Сама прививка потом идет. Вот рамка примерно размером. Мы используем пластиковые колпачки или, как они называются, JZB cells. Раньше мы использовали, сами делали свои, но просто объем нам надо было или полностью человека нанимать, чтобы он только этим занимался, или на пластик переходить. Вот это такой инструмент, чтобы переносить их. Чтобы легче было переносить личинку, мы забираем... Мы собираем маточное молочко, разбавляем его чуть-чуть с водой, чтобы было легче переносить именно личинку саму, чтобы ее... Легче она садилась именно в... Ну, в другую мисочку. И вставляем ее именно... Вот таким шприцом накладываем ее. Вот так шприцом добавляем туда чуть-чуть маточное молочко. Чтобы именно было легче переносить. И нам это очень много помогло. Она вроде как мелочь, но... Было очень удобно. А это как уже профессионально они делают. Потому что я этим занимаюсь постоянно, а у нас работники, они это очень легко и быстро это делают. Вот такая у нас рамка, которую готова личинка. И смотря сила семьи, и смотря сколько именно... Какого время года это... Смотря как семья это сама делает. Потому что не все семьи выращивают маточники хорошо. Это наши стартеры. В основном это просто... Нормальная семья с маткой. У нее есть и мед, и расплод. Потом ставится решетка. И потом небольшой корпус. Раньше мы использовали большой корпус. Потому что его надо снимать каждый день. Но не его снимать, а работникам надо было снимать именно его. Мы сделали просто половину корпуса, чтобы просто физически легче было. Наружние рамки это закрытый расплод. Внутренние рамки это открытый расплод, куда будет входить колодец прививочный. И вот вам просто статистику, как мы их меняем. Каждые восемь дней их меняем. И у нас их четыре группы. Потом они переносятся в финишеры. Финишеры у нас находятся посередине именно. В основном в американской практике они их держат чуть дольше в стартерах. И потом сразу в инкубаторе. В инкубаторе они их держат там 4-5 дней, смотря кто как практикует. Мы их передвигаем в финишеры. И финишеры они их практически только подогревают. Некоторые моточники не успели закрыться. И финишеры именно их сами закрывают. Финишеры сделаны примерно по такому же стилю, как стартеры. Это внизу стандартный улей. Имеет матку, все остальное, что нужно для пчелок. Решетка ставится. Здесь ставится открытый расплод. И это уже переносится рамка из стартера. Она уже практически закрыта. 8 рамок получается переходит в этот стартер. И вот примерно они вот так вот выглядят, когда уже переносятся туда. И вот есть, которые не полностью они еще закрыли. Поэтому финишеры именно их закроют. И нам не надо тогда волноваться, что их если в инкубатор поставил, они тогда умрут от этого. Конечно, все идет с датой, номера, сколько это. И это достаточно важная информация. Именно потому что стартеры и финишеры. Ну, финишеры в основном они просто подогревают. Но стартеры, не все пчелы любят строить моточники. Есть очень большая разница. И если они слишком сильно отстают, мы им пытаемся помочь сначала. До какого-то момента мы пытаемся убавить им объем работы. Значит, ставим не три планки, а две планки или одну планку. Если они уже еще ниже идут, тогда мы их просто меняем. Обрезка и подсчет. Вроде простое достаточно явление, но когда уже на большие масштабы выходишь, здесь можно маленькие ошибки и можно клиента потерять. И вот мы их срезаем один день до того, как они вылупляются. Значит, они, если завтра будут они вылупляться, мы день до срезаем их. Они вытаскиваются из рамки, здесь выкладываются и на свет мы проверяем, чтобы личинка была живая. И чтобы там... Потому что бывает иногда редко, но они просто мертвые там. Мы еще их смотрим на размер и смотрим именно стандарт. У нас, если мы стараемся не продавать очень маленькие мотошники. У нас есть стандарты, которые меньше мы желательно или себе оставляем, или просто откладываем их и все. Это стандартная рамочка, планки, которые продаются именно для этих мисочек. Но проблема с ними, как их именно вытащить из этих. Потому что мы их срезаем день до, как они должны вылупиться. И это, как вы знаете, эти мотошники, они самые... Их нельзя ни трясти, ни ничего с ними не делать. Если... Потому что в этот момент именно у нее начинаются расти крылья. И если ее уронил, даже не очень сильно, она может без крыла быть, бесплодная, она без ног может выйти. И вот с этим была очень большая проблема, как эту проблему решить. Для этого мы сделали станок, механический пресс просто. Он где-то 3-4 тонны. И эта планка одевается на нижнюю. Мы его высверлили, они... Эти все расстояния, они одинаковые. Мы делали это на ЧПУ, но... И вот так она одевается, и верхняя гребенка, она опускается, и планку выдавливает вниз. Она идет из-за того, что пчелы все, что имеет небольшое расстояние, они пропальсуют, они воском заливают. Надо очень много здесь давления и очень под контролем держать, чтобы их опять не сотрясти их. И вот примерно как это выглядит. У нас подсветка есть, чтобы именно смотреть. Она мелочь, но когда мы раньше делали восковые, чтобы где-то 1000-1200 обрезать, это где-то уходило 3 часа. Потому что ее надо вырезать, ее срезать надо. В среднем. Сейчас это берет где-то 20-30 минут. Не сильно торопишься. Потом у нас стала проблема подсчет. У нас было пару инцидентов, что мы ошиблись и не доложили людям. На каждое из 100 маточников мы даем 4 бесплатно. Вроде не такая большая проблема, если там чуть-чуть не доложил, потому что есть плюс, что мы кладем. Но больше у нас проблема стала. У нас был инцидент, что мы положили человеку 10 плюс. Ему дали там 114. Он нам звонит и он в панике. Он говорит, я купил и я смотрю, у меня остается неправильно. Потому что он сделал отводки, он положил туда свои маточники и у него подсчет неправильно. Значит он думает, они не могли мне дать плюс. И он пошел и начал проверять все свои влияния. Это конечно смешно, но очень неприятно, когда человек 2-3 часа просто на это потратил время. И что ему скажешь, ну извините, а что он будет с этими 10 делать? Мы начали отмыть полотенца вот такие купили и по 5 штук мы начали их раскладывать. Чтобы именно мы могли потом пройти это все и еще раз посчитать. Она вроде такая мелочь, но очень неприятно с клиентом. Получится разговаривать, что извините. Мы примерно в таких коробках в старых ромах продаем их. Это именно когда на руки выдаем. Ну и конечно скитлс поддаем. Нас очень много спрашивают, почему скитлс? А почему бы нет? Инкубатор. Это простой холодильник, морозильник в основном. Мы ему сделали свой контроллер. У нас проблема, у нас очень жарко. И полгода мы должны их греть, полгода мы должны их охлаждать. Мы сделали свой контроллер для него. И для этого инкубатора мы выставляем вот где-то 30 градусов на нем. И он его держит при любой температуре, которая на улице существует. У него логический контроллер стоит, а внутри просто вода ставится. И из-за того, что это не холодильник, а именно морозильник, у него уже натурально стоит вентилятор, который у него в воздух обращается. Поэтому все, что нам надо было сделать, это выкинуть его контроллер, поставить грелку ему. И если надо греть, он включает подогреватель, если ему надо охлаждать, он просто включает морозильник сам. Это еще один инкубатор, то же самое, та же идея, другое исполнение. И переходим на продажу. Если это местным, мы в основном продаем вот такие фалмовые картоны. Где-то 2-3 года назад мы начали экспериментировать их, пересылать по почте. Но здесь была большая проблема, как именно их пересылать. Потому что для маток есть это все обороны, вы можете просто заказать и все для этого есть. Это вот эти оранжевые бары, именно клеточки, она все уже отработана. А для моточников нет. И самая большая проблема оказалась, это именно расстояние между верхней поверхностью и нижней. Слишком много расстояния. И в посылке они начинают выходить из своих гнезд. И когда человек иногда получает их, они все рассыпаны. Мы начали использовать тогда, что-то пытаться компенсировать это, какие-то порогонки класть. Но это все было... В этот момент мы, может, один раз, два раза в месяц. Поэтому для этого не было большей проблемы, как бы, ну, чуть-чуть поработать и отправить. Первая была попытка, это именно, чтобы они не вылетали из этих держателей. Мы их резинами, небольшими резинками зацепляли их. Потом они все равно вылетали именно из вот этих паров. Поэтому мы сделали деревянные держатели, чтобы именно это все держать вниз. Потом хорошее это было это. Когда пандемия случилась, у нас все было... Нету саплая. И у нас получилось интересно, у нас коробки есть, а все внутренности нет. У нас... Ну, мы покупаем их по... Там, по лету, по два, по несколько, там, по 20-30 тысяч этих коровок. И что мы звоним в компанию, где мы их покупаем. И говорю, у нас не хватает ульса. Они говорят, а почему вы не посчитали их, когда вы получили? Ну, кто будет по лет считать этих? Я говорю, хорошо. Можно я просто внутренности купил? Нет, они только в комплекте продают. Отлично. Могу я купить коробки? Не может. У нас нет сейчас, где-то через месяц будет. У нас проблема стала. У нас есть матки, маточники, люди хотят их купить. У нас нет коробок. И в этот момент мы купили лазерный станок. И я где-то хорошие две недели вырабатывал, как вот эти внутренние ставки делать самому. Потому что я не могу клиенту сказать, да, вы заказали 200-300 маток. Но я не могу вам их отправить, потому что у меня просто коробок нет. И мы вот такие сделали, чтобы их поднимать именно для маточников. Потому что нам из-за того, что мы начали делать внутренние сами. Мы именно просто решили, просто маточники, просто физически поднять, чтобы они были очень близко. Вот так у нас пересыл на коробка выглядит. Вот именно эти маточники уже готовы. Раньше мы изначально верхние были сделаны из дерева. Потом оказалось, что не так много надо давления. И мы просто чуть толще плотный картон начали резать. И получилось очень легко и без проблем. Мы добавляем здесь просто, как это называется по-русски, вы понимаете. Мы их водой набираем и выжимаем их не очень сильно. И кладем, чтобы именно пчелы могли воду из них брать. Это будет кенди, чтобы именно семья, которая, не семья, а пчелы, которые будут поддерживать температуру. Это чтобы они именно кушали там пересылки. И вот готовые. Вон статистика у вас сколько маточников помещается в коробку. И еще для маточники они более узкие получаются. И для маточников мы могли еще один бар поставить. И это очень большое количество. А вот для большой коробки вот это. Потом добавляется... Это именно для маток, но пчела идет сверху просто. Не надо в каждую клеточку добавлять пчел. Это уже готовые коробки. Здесь с посылкой у нас раньше мы... У нас было... Можно было как-то федеральную почту использовать и локальную UPS. У нас локальный пчеловод, он брал страховку на федеральную. И он терял несколько раз и он их просто судил. И у нас, когда мы начали уже пересылать, локально мы где-то в районе там по-моему 100 миль. Они не принимают, потому что они сказали нам лучше с пчелами не это. И поэтому для нас практически только одна компания осталась, которая это принимает. Но они тоже не очень знают, как с ними и что с ними делать, и как с ними обращаться. Поэтому мы выработали такое. Мы... Я уже разговаривал с этим UPS. Я уже практически все сотрудников знаю, кто, где и за что глава, где, где кто перевозит. И для нас, что самое для нас, это мы только пересылаем на следующее утро в любом по штате полностью. И в 4 мы отдаем их в руки именно в пункт, где они берут, садят их на машину и едут сразу в аэропорт. В аэропорт они садятся на самолет и в 10 утра они уже будут у людей на руках. Но это то же самое. Они иногда теряются. Мы уже знаем, кому позвонить, если они потерялись и не в тот штат отправили их. Мы звоним в пункт, где их получили, и мы просим их, чтобы они положили, где их не будет ни муравьи атаковать, и чтобы они внутри это. Это все, каждый раз это происходит. Мы это пытаемся контактировать, это иных людей достать их. Это не так, что, знаете, просто отдали и все. Проблем постоянно. А иногда коробки вот так вот по 2-3 вместе одному человеку, это существенные затраты. Пчелы. Да, пчелы. И они идут через ночь, поэтому как можно меньше пытаемся их отдержать. Отправка идет на тот же день, в тот же день, когда они выходят. Да, у нас, я здесь не сделал, но я привез с собой экземпляры, как они выглядят это. И мы чуть-чуть доработали. Ну, здесь очень много. Это только, я не знаю, если мы самые первые начали маточники пересылать, но эта индустрия очень, она только-только начинается. Но людям нравится, потому что цена, конечно, все. Сколько здесь могут находиться? Часов 10-12? Микрософт, вы меняете, пожалуйста. В пути сколько могут находиться? Часов 10-12, маточники именно? Ну, они в основном, вот мы в 4 отправляем их, и в 10 на следующее утро они уже там, да. Мы по-другому не отсылаем. Есть пчеловоды, которые делают это, но для нас это не выгодно, потому что если он их потерял, мы должны замещать это. Температура только пчелы, что поддерживает. И все. Здесь еще мы играем с какой объем, потому что, когда очень жарко, если слишком много пчел, они перегреваются. Здесь, мы, у нас есть сейчас это, когда более холодно, мы пытаемся чуть больше пчел, когда жарко, мы пытаемся чуть меньше. Но здесь баллант очень это, мы сейчас выставили очень точные весы, и мы насыпаем пчел именно по весу. На сколько маточников, сколько это. Я точно не знаю, потому что мы это выработали, и они уже практикуют это. Меня в основном, вот знаете, сделайте коробку. Хорошо, сейчас пойду подумаю. Сколько времени осталось у меня? Расскажите, пожалуйста, автоматическое кормление пчел. Здесь достаточно много мотководов у нас присутствует. Автоматическое кормление пчел. Здесь достаточно много присутствует мотководов. Почему вы не работаете канди, а именно сироп? Ну, он дешевле. Он дешевле намного. И что представляет автоматическое кормление пчел? Сейчас про Нукс и поговорим, а потом обещаю. Придем. А просто мне несложно ответить, просто она как бы чуть-чуть по логически пойдем и дойдем. С Нуксами и Ули, я знаю, что мы разговаривали на этих днях, что есть у американцев стандарты. Вообще-то не очень, смотря какая компания. И вы должны понимать, что люди, которые делают именно эти боксы, им все равно. Они про пчел ничего не знают. И это большая проблема. А вот эти джойнты, это оригинально пришло люди, которые делают мебель. Это в основном усиленный джойнт, чтобы он очень много вертикальной нагрузки держал. Но я считаю, мы считаем, что для пчел она плохая, потому что очень много поры открыты. И их прокрасить практически невозможно. А оригинально мы делали вот так, небольшой пропил напополам. У нас доска где-то 19, да, где-то 19 миллиметров, ну 19-20 миллиметров. И мы вот такой пытались спрятать поры как можно сильнее. Потому что у нас, у нас в основном они гниют, чем ломаются от физического какого-то. Наши гулики, мы еще, мы добавили такие рельсы, и у них двойная функция. Во-первых, она ручка, а во-вторых, они замыкаются один в один, чтобы они только могут, если вы стоите перед ним, он может только вот так поставить. В бок на бок он не идет. Чтобы легче было его ставить один на один, и чтобы они, когда перегруз, когда мы их перевозим, они намного легче было их завязать. Потому что мы их тогда вдоль завязываем, и они никуда не деваются уже. Ну и ручки, потому что мы, мы начинали этот бизнес как семья, поэтому мой отец, я, мать и моя сестра. Поэтому наш, половина нашего рабочего силы, это была женщина, поэтому нам надо было ручки, которые достаточно легко их было поднимать. А вот эти прорезы, что все это, это очень трудно для нипполов, поэтому мы старались это делать всегда легче для работников. Наши нуксы, это десятирамочный, разделен на три части. Полная рамка, мы им даем, стараемся открытый расплод, когда мы их заряжаем. И мед, и в основном идет одна пустая. Мы стараемся больцу давать, но не всегда получаются. Сергей Алексеевич, у вас осталось пять минут. Отлично. Ну, нуксы, это для нас была очень большая проблема. Нуксы, это очень такой, их трудно заряжать или как это, их легко сделать, но чтобы эта система работала полностью, чтобы эти рамки работали круглый год. Вот это самое сложное, как их заряжать и как, чтобы эти рамки работали круглый год. Потому что если эти рамки не будут работать, в них моль заведется, там мыши начнут их атаковать. И поэтому мы из первых вот этот подход, мы сделали на полную рамку. И для нас, как маткового, самое главное для нас, это передать самую лучшую матку для наших пчеловодов. Потому что это будет 90% зависит их успехов от нашего, какую мы матку дадим. Поэтому мы ждем и смотрим, чтобы была полная запечатка. Только тогда мы вытаскиваем эту матку и продаем ее. Очень много пчеловодов в нашей районе, они вот, матка вышла, она бегает. Может, начала сеять, может нет. Они ее берут, сажают и продают. У них лучше цены, чем у нас. Но, как мы нашли, репутация для маткового это все. Потому что, если у вас плохие матки, он скажет 10 своим друзьям и все. Один раз только надо подвести человека и все. Здесь единственная проблема вот с такого размером, это именно его физический размер. И сколько надо работы и именно найти эту матку. Потому что три полные рамки, пройти это все, пересмотреть этот нукс и найти эту матку. Она, конечно, очень много времени занимает. И пчел. Это мы конвертируем их из пчел именно в нуклеусы простых. Другие пчеловоды используют на четыре, вот так вот это, шалово, как они называют. Это полурамка и на четыре разбито. Конечно, они намного легче их использовать, намного меньше пчел, намного меньше рамок, быстрее искать. Но они, могу вам честно сказать, они перегреваются очень легко. Поэтому макроводы, в основном, вот они начинают где-то в конце апреля их, и они два-три оборота делают, вот таких, и все. Мы делаем где-то пять-шесть оборотов с нашими. И мы можем наш нуклеусы держать круглый год именно такого размера, который вот десятирамочный, который разделен на три. Они более стабильные. Есть фомовые нуксы, я уверен, что вы видели это. Конечно, объем пчел здесь очень мало, но зато дешево. У нас есть матковод рядом с нами, у него в этом году на одном месте просто все улетели они от ветра. И он бегал и спрашивал, что он может купить дешево, чтобы положить на них. Ну и, конечно, в основном все макроводы вот держат их на земле. Конечно, работникам, которые работают с ними, это, конечно, очень трудно. Сергей Алексеевич, пустите. Время прошло. Завтра продается. Спасибо. 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 Спасибо.